Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь очень рад приветствовать вас в очередном информационном блоке от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Очень приятно, что каждую неделю мы можем таким образом вот общаться. Я могу вам рассказывать о жизни служения нашей общины. Ну, как всегда, несколько слов о предстоящей субботе. И это будет для нас особенная суббота, так как у нас на утреннем служении будет посвящение наших детей, подростков в клубах искателей приключений и следопытов. У нас будут гости из конференции. Ну, и я хочу обратить ваше внимание на роль и значение, скажем так, вложений наших, наших детей и нашу молодежь, наших подростков для того, чтобы сохранить их для Христа. Так что молитесь, чтобы Бог вложил мне короткое, но очень емкое слово в этом ракурсе. В эту же субботу, 15 октября, в 5 часов вечера в Украинской Церкви будет проходить торжественное служение рукоположения Андрея Михайловского. Передаю от него личную просьбу или приглашение. Он очень рад будет видеть каждого из вас на этом особенном служении. Это очень значимое событие для него в жизни. И если у вас есть эта возможность, обязательно придите для того, чтобы разделить с ним радость этого духовного посвящения. После программы вас ждет приятное угощение и много приятного общения. Так что приглашаем всех вас в Украинскую Церковь на 5 часов вечера. Ну а уже в 7 часов вечера в эту субботу приглашаем всех на очередное служение молодежного движения LED. Не пропустите эту возможность вместе с нашей молодежью прославить Бога и услышать слово о Боге. В среду в 8 часов вечера в офисе состоится встреча руководителей ряда отделов и клубов нашей Церкви. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Я очень хочу встретиться с руководителем Клуба Искателей Приключений, Следопытов, руководителем Миссионерского служения и Молодежного отдела, также руководителем нашего молодежного движения LED, руководителем отдела Здоровья, Детского служения, Старшего Диакона и Диаконисы, отдела Информации и Ответственных за Кухню. Эта встреча будет посвящена приближающемуся социальному проекту, который будет осуществлен в нашей общине. Это автоэмологическая и стоматологическая клиника. Встреча это будет у нас, или само служение, мероприятие будет здесь у нас 30 октября, воскресенье. Но у нас есть очень много подготовки для того, чтобы все прошло наилучшим образом. Поэтому, пожалуйста, руководители тех клубов и отделов, которых я перечислил, для нас очень важно, чтобы мы имели эту встречу в среду, повторюсь, в 8 часов вечера. Ну, а всем остальным говорю о том еще раз, чтобы вы не забыли пригласить ваших друзей и знакомых, распространить эту информацию как можно дальше, для того, чтобы люди могли получить эту возможность медицинского обслуживания бесплатно. У нас будет, я уже знаю, встречался сегодня с руководителем этого проекта, у нас будет 10 стоматологов работать одновременно. Так что я очень надеюсь, что мы обслужим всех желающих. Повторюсь, вам нужно зарегистрироваться по номеру телефона, который вы сейчас увидите на экране. Ну, а сам процесс посещения врача, он будет в порядке живой очереди. Так что ждем всех вас 30 октября, воскресенье. Начало работы этой клиники будет в 8 часов утра. Ну, и молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко. Наверное, кто-то удивляется, почему так долго или такой длительный отрезок времени мы постоянно о ней молимся. Друзья, хочу напомнить, она борется с раковым заболеванием. И это очень непростая проблема, с которой так много людей сегодня сталкивается. И мы не перестаем переносить ее нужду в молитве перед Господом. Ну, и, конечно же, мы молимся и дальше за окончание войны в Украине, так как для нас это тоже очень болезненный вопрос. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 15, 11 стих. Ты укажешь мне путь жизни, быть с тобою полнота радости для меня. Блаженство вечное дарует сильная рука твоя. Дорогие друзья, это надежда Давида, и это наша с вами надежда на то, что Бог и дальше будет вести нас рукою Своею, для того, чтобы довести нас до вечности. Я желаю вам всего наилучшего. До встречи на нашем богослужении в эту субботу тут, в церкви или же онлайн. Всего вам хорошего, дорогие друзья.